На этот уже 18-й фестиваль «Душоновские маневры» приехали любители, ценители, зрители, все, кто неравнодушен к истории в ее наглядном проявлении. Около 400 реконструкторов из Белоруссии, Чехии и России, более 10 тысяч зрителей. В течение двух выходных дней на поле села Душоново воочию можно было увидеть турниры различных эпох, конные выступления, бои, поучаствовать в мастер-классах, отведать различных яств из конной кухни, узнать о традициях нашей культуры, да и просто насладиться теплыми, даже жаркими деньками с пользой. Щелковский край, земля богатая, и здесь природные ландшафты несут не только имущественную, но и в первую очередь историческую ценность. Вот здесь окунуться в эпохи, различные эпохи, Средневековья, Смутного времени, Гражданской войны, Первой мировой войны, Второй войны мировой или Великой Отечественной, позволяют вот эти вот наши вот такие среднерусские ландшафты. Познать свои корни, проникнуться событиями эпохи и судьбами предков можно, только зная и понимая историю своей страны. Пожалуй, этой фразой можно описать цель фестиваля. Люди, чтящие свою историю, не могут остаться в стране от события, которые ставят свои цели в одно время и в одном месте собрать все лучшее, что есть у российского народа в настоящем, прошлом и будущем. Россия была, есть и будет. Ура! Узнать о событиях эпохи, получив в том числе ремесленные навыки, могли все желающие. Параллельно на площадке развернулись настоящие исторические сцены. На поле демонстрировали и рассказывали об одном из самых противоречивых и сложных периодов нашей истории – гражданской войне. Вот уж поистине показательный пример того, как внутренние распри могут пошатнуть, если не разрушить, самое крепкое государство. Впервые, когда смотришь это воочию, резанула уши гражданская война. Это, конечно, трагедия нашей страны, которую мы пережили и, к счастью, сохраним страну, потому что события могли бы развиваться и в более худшем варианте. Прониклись историческими реконструкциями зрители фестиваля. Да и как не проникнуться? На каждом шагу можно было в прямом смысле прикоснуться к истории. Экспонаты под открытым небом манили и взрослых, и детей. Те и другие с любопытством пробовали свои силы в стрельбе из различных видов оружия. На фестиваль приехали гости из разных городов, во многом для того, чтобы и самим посмотреть, и своим детям показать. Так житель Липецка Александр Коршунов в первый раз приехал на маневры и привез своих сыновей. Признается, фестиваль производит сильное впечатление. Здоровая реконструкция событий исторических для детей, развития, чтобы они знали, что такое история. Одно дело на словах мы рассказываем, а здесь на практике они все пощупали. У меня старший сын Матрека, например, он не различал, что такое каска советского солдата и что такое каска немецкого солдата. Вот сейчас визуально почувствовал, потрогал, ручками пощупал. Все здорово. И недаром душоновские маневры называют одним из самых масштабных мировых мультифестивалей. Если честно, эмоции переполняют. Я вчера приезжал, сегодня приехал уже в более расширенном составе семьи. Даже показать детям. Такое нужно показывать вообще населению. Прям, это знаете, наверное, вместо мультфильмов и сериалов нужно показывать вот это. Интересный фестиваль показался всем от мала до велика. Продолжение, как говорится, следует. Сама инсценировка боев очень интересная. Сейчас идем вторую смотреть. Как вы считаете, такие фестивали важны? Важны. И надо чаще проводить разные мероприятия такие, чтобы народ отвлекался от всех политических идей. Вот именно вот так и надо вести жизнь.